Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Недельный раздел Торы «Азину». То есть буквальный перевод «Внимайте». Это 53-й раздел Торы. То есть остался еще один раздел, и мы будем начинать недельные чтения заново. И свое имя получил по первому слову текста. Это еще глава известна, как находится в Второзаконии 32 глава, 1 стих, по Второзаконии 32 глава, 52 стих. 610 слов. Но вы знаете, это известная глава, как песня Моисея. Песня Моисея, которую Бог заповедовал сказать народу Израиля. И очень интересный момент. Почему? Потому что, если мы посмотрим, через все Писание идет принцип памяти. Память, помни. Смотрите, почему? Почему же Господь... Ну вот, мы дальше рассмотрим этот момент, но почему Господь все время предупреждает нас? То есть, если Бог задает вопросы, значит, нам нужно найти на них ответы. И если мы будем читать главу, которая была на прошлой неделе, мы можем увидеть, что Бог уже тогда говорил Израилю. Второзаконие 31 глава, 29 стих. Ибо я знаю, что по смерти моей, говорит Моисей, вы развратитесь и уклонитесь от пути, который завещал вам. И в последние времена настигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло перед очами Господними. Вы понимаете? То есть, очень часто мы забываем то добро, которое делают нам люди. Это правда. Мы помним какие-то моменты, когда они причиняли нам неудобства. И очень часто мы забываем то, что делал в нашей жизни Бог. Вы скажете, не может быть, я все помню. Но Писание говорит немножко по-другому. Весь принцип Писания основан на повторении. Если мы смотрим, например, в Танахе, Исайя 44 глава, 21 стих. Помни это, Яков, и Израиль, ибо ты раб мой. Помни это. Помни. Псалмы. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. 102 глава. Псалом 2 стих. Иаиль 1 глава 3 стих. «Передайте об этом детям вашим, а дети ваши скажут своим детям и последующему роду». Смотрите, видимые знаки, которые наносят в Израиле, тфелин, цициты, мизуза, они все напоминают о чем-то. На входе, на выходе помните. Очень часто это превращается просто у нас в какой-то тотем, знаете, вот как святой оберег. Но сам принцип памяти, помни, на входе и на выходе, вспоминай, кто благословил тебя, вспоминай о том, кто является твоим Богом. Мы смотрим на праздники. Каждый шаббат мы вспоминаем выход из Египта. Каждый шаббат мы вспоминаем сотворение мира. Каждый Песох мы совершаем исход из Египта. Каждый Рошашана мы получаем Тору вместе с Израилем. То есть принцип памяти, помните, помните, не забывайте, напоминайте, говорите. И вы скажете, ну как же, мы же в Новом Завете теперь. В Новом Завете такого нет. Я вам хочу сказать, сегодня мы будем участвовать в напоминании. Мы сегодня будем участвовать в вечере Господней. И Господь говорил в то время, что творите в мое воспоминание, рассуждая, вспоминая о том, что я сделал. Если вы не будете делать так, то и многие из вас будут болеть. И, к сожалению, умирают многие, некоторые. Поэтому очень важен принцип памяти. Память, песня. Вы помните, нам песня строить и жить помогает. Она скучать не дает никогда. И тот, кто с песней по жизни шагает. И мы смотрим в Писании, песня Моисея. Мы смотрим песни Давида. Мы смотрим песня Агнца в Откровении. Мы смотрим песню Марии, которая восхвалила Господа. Мы видим песню мамы, которая пророка первого Самуила, да, как она, ханы. Посмотрите, везде поют. Вышли из Египта и начали петь песню. То есть мы смотрим, почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы помнили. Чтобы мы напоминали, возогревали в себе эту веру. Чтобы мы возогревали все то, что Он сделал. Нам Бог, Он хочет, чтобы мы не просто, знаете, прошли. Но Он хочет, чтобы мы утверждались в этом. Я уже много раз говорил этот диагноз. Духовный склероз. Мы забываем о тех благодеяниях, что делал нам Бог. И что же происходит? А происходит, когда мы начинаем забывать это. Послушайте, происходит то, что написано в этой песне. Наши сердца начинают ожесточаться. Мы начинаем думать о себе больше, чем мы есть. Мы забываем того, кто является нашим Богом. И Бог берет, делает очень просто. Он говорит, сынок, я хочу напомнить тебе. Выйди из-под моего зонтика. Мы выходим на дождь и начинаем кричать, Бог, ну где же ты? А Он говорит, помни. Вспомнил? Возвращайся назад. И эта песня, она говорит о том, эта песня предупреждения. Предупреждения для Израиля. Предупреждения для каждого верующего. Мы должны помнить. Помнить. И когда мы помним, мы не совершаем те же ошибки, которые мы будем совершать. Почему? Потому что мы знаем того, кто является источником благодати. Милости, любви, того, кто открыт, того, кто придет на зов. Но мы не будем говорить, так, Бог, подожди немножко, я сам все сделал. Я знаю, что мне лучше. Я знаю, как правильно поступать. Я знаю, что вот это мне интереснее. Я знаю, а Бог говорит, нет, дорогой, ты хлеба просишь, а сам камни грызешь. Камни грызешь. Не делай так. А потом мы приходим к Богу с поломанными зубами и говорим, Бог, исцели. Ты сказал, ты любящий, ты обязан, ты должен, твоя работа. Но мы забываем о почтении к Богу. И эта песня учит нас о почтении к Богу. Он отец, он любящий отец. Но мы забываем, что он и царь. Мы забываем, что он творец всего. Он Бог богов. И это важно. Это важно для нас, потому что, когда мы входим в правильном положении, в присутствие Божие, нам не нужно ничего доказывать. Все, что вложил в нас, оно начинает раскрываться. Как написано, да, что богатство невесты внутри ее. Он вложил в каждого из нас великие дары. Он вложил в каждого из нас великое призвание. Но очень часто в суете этого мира мы забываем об этом. И эта глава, она учит нас. Эта глава, песня Моисея, она учит нас о том, что мы должны помнить. Мы должны помнить те моменты, когда он освободил нас от каких-то проблем. Мы должны помнить, что он покрывал наши нужды. Что он заботился, хлеб давал нам насущный. Да, хлеб насущный дай нам сей день. Что он прощал нас. И опять же, предупреждение. Если мы будем забывать, если мы будем забывать, кто он, откуда он взял, кем мы были без него, то мы начнем изменяться и в явно нехорошую сторону. И для Бога это больно. Больно видеть, как его дети, они оставляют то, что он хочет. И уходят в сторону от своих призваний. И смотрите, чем интересна песня в конце уже. Эта песня дает надежду на покаяние. Эта песня дает выход. Она говорит, даже если с нами произойдет что-то вот такое неправильное, вы всегда можете вернуться ко мне. Бог не говорит, я вот, ты что, неправильно поступил, не послушал меня, все, вот сиди теперь и сам виноват. Бог говорит, вернись ко мне. Я жду тебя. Он ждет, что человек очнется. Помните, как в притче Брит Хадаша в Новом Завете? И пришел в себя и вспомнил, что в доме отца хлеба много. Он ждет, чтобы каждый из нас в наших проблемах, в наших трудностях, в нашей забывчивости пришел в себя и вернулся к нему. Совершил чуву, развернулся и вернулся к отцу. И это очень важно для каждого из нас. Потому что мы живем порою в суете и мы забываем. И поэтому чтение Писания для каждого из нас, это не просто, знаете, потому что я верующий, а потому что я напоминаю себе. Я тот, кто я есть. Моя молитва не потому, что так надо, я все молятся и я молюсь. Это потому, что без этой молитвы я жить не могу, я должен дышать ею. Это глоток чистого воздуха. Я соединяюсь в Духе Святом, вхожу в Святое Святых, в Его присутствие. Я изменяюсь там. Бог приходит в мою жизнь. Это то, что мне необходимо. Я пащусь не потому, что мне похудеть надо, или это фитнес хороший, а потому что мне надо смирять эту плоть, которая жаждет противного моему духу. Я нуждаюсь преобразовываться в Господа. Понимаете, вот что важно. Духовные дисциплины, то, что говорил Рэбе сегодня, ночь бдения, это не только потому, что так надо кому-то одному человеку. Это мне надо. Я хочу измениться, преобразиться в Его образ. И эта песня, она напоминает нам об этом. И знаете, я вам советую каждый раз, не забывайте благодеяния Его. Не забывайте то, что сделал Господь для вас. И научитесь быть благодарными Ему. Научитесь быть благодарными Богу за все. За то, что вам кажется плохо, и за то, что вам сегодня хорошо. Потому что то, что казалось плохо Иосифу, стало хорошо в будущем для всего мира. Потому что благодаря Ему мир сохранился. Потому что Он пришел в Египет и сохранил страну от голода. И свой народ спас от смерти. Поэтому я прошу просто Господа, чтобы Он благословил нас во имя Ишуа. Отец, благослови нас своим благословением. И мы нуждаемся, Боже, в Тебе, чтобы стать благословением для других людей. Мы хотим, Боже, чтобы Твой свет, который Ты вложил в наши внутренности, Он распространялся. Мы хотим стать Твоей песней, которая будет проникать, Боже, во все уголки земли, во все бункеры, во все закрытые щели, в которых сидят люди и жаждущие Тебя. Мы просим, благослови, Боже, благослови общину Твою, благослови нас, Боже, быть теми, кто помнит и теми, кто делает. Во имя Ишуа. Амин. Спасибо. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиех, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.